Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! В последнее время мы регулярно достаточно приглашаем людей, которые известны своими публикациями в интернете, в книгах, в журналах, люди, которые в основном ориентированы на некую аналитическую работу, и мы с их помощью пытаемся оценить прошлое, будущее. Но есть определенный пласт, который немножко, на мой взгляд, незаслуженно остался за рамками нашего внимания. Это правозащитники. Я знаю, сейчас многие наши зрители сморщились, потому что это слово ассоциируется прежде всего с либеральными правозащитниками. Но хочу сразу сказать, что сегодня у нас не либеральный правозащитник, а правозащитник, скажем так, из другого лагеря, потому что есть политзаключенные, есть люди, которые относятся к этой категории, и не только среди либеральной общественности. Итак, у нас сегодня в гостях Елена Рохлина, дочь генерала Рохлина, известный правозащитник. Елена, ну вот вы часто выступаете, я вот видел, на митингах в интернете в основном, а вы работаете вот по национально-патриотическим таким вопросам. То есть, в чем заключается ваша работа и в чем проблема, собственно, той вашей деятельности? Я хотела бы сказать, что полноценной правозащиты у нас не существует, потому что нет никаких ресурсов для защиты. Элементарно невозможно собрать деньги на адвоката. И в судах практически бесполезно людей защищать, по той причине, что против тебя огромное полчища прокуроров, следователей, и суд изначально придерживается позиции обвинения. И, по большому счету, это больше моральная поддержка и попытка обратить внимание на конкретного человека, попытка ему помочь хоть чем-то в той ситуации, которая сложилась. На сегодняшний день я только один пример знаю, когда действительно общество гражданское смогло отвоевать политзаключеного. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, это Данил Константинов. Больше других случаев не было. И то отвоевали с тем, что как будто бы он и виновен, но как будто и можно и отпустить. Но он достаточно длительный срок, все равно провел заключение. Да, два с половиной года, но, тем не менее, общество активно поднялось за него. Какими людьми еще занимается ваше движение? Ну, это какое движение конкретно? Правозащитное? Правозащитное, да. Ну, это прежде всего Владимир Васильевич Квачков, это Леонид Васильевич Хабаров, которого, слава Господу, отпустили. И он дома находится. Вы считаете, это заслуга вашего движения, что Хабаров не зовут? Нет, нет, абсолютно нет. Это заслуга общества, которое вступилось за человека, за которого просто невозможно было уже не вступиться. И заслуга огромного количества людей. Это и конкретные журналисты, и просто активисты. Кто еще из политических заключенных, вот кому вы оказываете поддержку? Ну, вот по делу Квачкова были осуждены Киселев, по делу Хабарова был осужден Ермаков, там вообще какой-то сумасшедший срок, плюс психбольница. Хотя, в общем-то, этого человека и суд над ним вообще был закрыт, и никому не показали, на каком основании вообще его осудили. Кстати, в отношении Ермакова Александра можно было бы обществу и как-то повнимательнее отнестись, потому что и срок сумасшедший, и обвинение смешное, и человек еще в психбольнице пребывал. Ну, есть какой-то ресурс, где люди могут познакомиться вот с этими делами? Есть группы ВКонтакте, в Фейсбуке. А как называется? Политзаключенные поддержка отчеты. Потому что мы собираем хотя бы небольшие средства для того, чтобы оказать людям хоть какую-то помощь, да? Потому что я считаю, что лучше оказать хоть какую-то помощь, чем расписываться в том, что мы ничего не можем. А помощь это такая, прийти в суд, написать какое-то конкретное заявление о том, что вот на суде ты наблюдал какие-то нарушения. Потом написать письмо человеку, передачу сделать. И здесь нужно понимать, что мы действительно не можем изменить ничего, когда аппарат вот этот силовой поставил перед собой задачу осудить человека, да? Но мы не можем, потому что нас мало. Елен, я вот задам такой неожиданный вопрос. Возможно, вот вы правозащитник, занимаетесь делами людей, которые рассматриваются как политзаключенные. Но ведь есть у нас тоже правозащитники либеральные. Они хорошо финансово обеспечены. Они имеют определенную поддержку от либерального крыла правительства. Как-то они связаны. Такие массовые мероприятия хорошо оборудованные проводят. То есть какие-то ресурсы есть. Мы с олигархами, наверное, связаны. А вот эти правозащитники как-то с вами взаимодействуют, оказывают какую-то помощь? Нет, они не взаимодействуют с нами. В виде исключения они могут прийти на какой-то процесс и даже подключиться, но никак с нами не контактируют. Потому что все-таки у нас в основном русские националисты, а истинные русские националисты, либеральному крылу настоящие, они не просто неинтересны, они, по сути, враги. Потому что им нужны подставные лица, которые называются русскими националистами, которые будут действовать в том ключе, в каком им нужно. То есть такое орудие Запада? Ну, сложно сказать, что это только орудие Запада, если они не имеют такую сильную поддержку в Кремле. Но у нас Кремль тоже неоднороден. Ну да, но тем не менее, русским националистам никогда не позволят в центре проводить марши, митинги, концерты, расписывать столбы, кричать в сторону Путина. Не позволят такое писать, что они пишут. Ну вот вы говорите русские националисты, но ведь последние события на Украине сильно раздробили вот это движение, которое, я еще помню, в 2013 году было единое, и русские марши когда проводили, проводили едиными колоннами, то есть не было вот этого размежевания. То есть до событий 2014 года, 2013, до Майдана Киевского, в общем-то русские националисты были некой единой силой, но вот после всех этих событий произошло размежевание. Вы как правозащитник разделяете вот тех или иных националистов, или вы все-таки работаете со всеми, или все-таки есть какие-то разницы? Ну правозащитник вообще не должен разделять, такие разделения делать по той причине, что люди страдают от того, что в отношении их фальсифицируют дела. Ну просто так сложилось, что у нас-то небольшое количество людей, которых мы можем себе позволить защищать, потому что у нас нет никаких ресурсов. Но по большому счету, если это будет человек, который был совершенно с другой стороны в отношении Новороссии, это не будет иметь значения. Потому что самое главное, это то, что нарушаются все мыслимые и немыслимые законы в отношении его, и просто по беспределу его сажают на какой-то сумасшедший срок. Только потому что вот решили, что его нужно закрыть. А как ваше правозащитное движение относится к заключенным, скажем так, левого толка, которые условно относятся к левому лагерю? То есть у вас есть какое-то взаимодействие с левыми правозащитниками? Ну если только на митинги. Вот прошлый митинг в поддержку политзаключенных был, да, и пришли нацболы. Ну, естественно, мы сочувствуем, потому что у нацболов вообще какое-то огромное количество... С левыми можно договариваться, а с либералами не получается? С либералами не получается. С либералами можно просто общаться с какими-то простыми активистами, которые там защищают парк дружбы. Человек делает хорошее дело, полезное. А вот с либералами такого толка, которые выруливают уже свою программу в отношении всей России, всего нашего народа... Вы имеете Алексея Навального в виду? Ну... Парнас? Ну да, да, конечно. С ними как бы невозможно договариваться, потому что они стоят за олигархический строй. Что нам вообще как бы... Ну, вы считаете, что олигархический строй – это плохо для России? Ну, а как еще считать? Есть космополиты, которые нас ограбили, относят там яйца куда-то за бугор постоянно. То есть вывоз капиталов – это зло? Ну, конечно. Ну, и не просто вывоз капиталов, а уже изначально то, как они поступили с народом, как они обманули, как они манипулировали народом, да, как этот весь обман происходил, они не имели никакого права ни с юридической стороны, ни с какой, ни с моральной, просто взять и приватизировать то, что принадлежит всем нам. И как бы этот вопрос не обсуждается. Это враги, враги всего нашего народа. Тогда у меня встречный вопрос. А какими должны быть предприниматели, на что, как они ориентированы, которые бы, на ваш взгляд... Национально ориентированы, которые хотят строить заводы здесь, вкладываться в экономику страны. Вот это нормальные предприниматели, у которых есть какие-то ресурсы, потенциал для того, чтобы воплотить свои идеи, свои разработки. Я даже знаю, про кого вы говорите. Про кого? Константин Бабкин, партия дела. Это предприниматель, который ввозит технологии в Россию, создает комбайны, развивает сельское хозяйство. Ну, есть у нас и просто простые предприниматели, которые пытаются что-то на местах создать, какие-то свои фермерские хозяйства. И то, что нам сейчас крайне необходимо... Ну, тогда у меня вопрос, почему они не помогают вам, или они не знают о вас? Ну, вот страх, потому что таким огромным трудом им дается их дело, полезное дело для страны и для народа, что в любой момент начни они помогать, ну, приедут какие-то проверящие, все у них позакрывают, там, фальсифицируют в отношении их дела. Какой-то бомж придет и скажет, что его побили, у него не будет паспорта, ничего, и в результате... То есть страх – это главный тормоз развития? Мне кажется, да. А как вы пересилили вот свой страх, ведь наверняка на вас тоже оказывают давление те же судейские структуры, потому что вы как бы задаете неудобные вопросы, препятствуете их деятельности? Есть какое-то давление? На меня нет никакого давления, я искренне жду, когда оно начнется, потому что мне интересно подискутировать и войти в диалог с какими-то вот такими нашими силовыми структурами. Я просто слышу, что тем или иным людям говорят, что вы со мной не общались, и там... Но вокруг меня со стороны их какой-то вакуум, да. Вполне возможно, они не знают, с чем меня есть. Но давление, оно будет, оно будет в отношении многих, по той причине, что страна заваливается, и нужны будут репрессии. И оно уже сейчас идет, потому что у нас практически нет ни одного активного человека, в отношении которого не было бы заведено дело. Там вот тот же Мухин, чем он опасен для власти? Он опасен уже мыслями, мыслями о референдуме, об ответственности власти, да. Его же привлекли вообще ни за что. Парфенова, Соколова, Мухина. Барабаш сегодня вот у него конкретно суд состоится. То есть вы их тоже им оказываете помощь, поддержку? Ну, посильную, совсем немного, потому что у нас нет ресурсов ни человеческих, ни материальных. И здесь, конечно, огромная просьба к людям, чтобы они постарались ходить в суды, у кого есть возможность, потому что это все равно необходимо. Это не повлияет, если у нас 10 человек на суде. Но представьте, в суде 500 человек. А если еще само здание маленькое, да, ну, как бы принять решение против человека, когда регулярно приходит 500 человек, все они возмущены, все они высказываются. То есть помимо страха вы считаете, что проблемой является разобщенность? И разобщенность, и неактивность граждан. Вот это какая-то апатия. Понимаете, что у меня вот искреннее ощущение, что были проведены выхлопы в отношении общества российского, да, и в отношении украинского общества. Вот когда мы ходили по маршам, вот этим даже либеральным, да, мы же выходили не за Немцовых, там, не за Касьяновых, понимали, кто эти люди. Мы выходили, чтобы друг друга увидеть. Люди освободились от страха. Они были рады. Каждый вышел с какой-то своей проблемой. Там у кого-то отнимают там дом, кого-то уволили, кого-то преследуют по какой-то статье, где он вообще, ну, ни в чем не виноват. И у меня ощущение, может, я не права, что в Новороссии, на Майдане, в центре Москвы, вот, то, что вот были эти походы, мы северными кругами по Москве, все это выхлопы. Что на Россию спущена какая-то уже очень жесткая матрица, да, которая знает структуру, психотип наших людей и нашего общества, которая анализирует вперед, что и как управлять людьми, как манипулировать, да. И когда у народа поднимается какой-то гнев в отношении беспредела, который творится у России, вот, эта матрица как бы организует выхлопы, делегирует каких-то людей, которые должны поводить там бесконечными кругами гражданское общество. Потом эти людей публично там позорят, может, они достойны там этого позора, но тем не менее, да, у людей должно, у граждан ощущение создаться, что разочарованности. Потом кого-то сажают выборочно, ну, не важно кого, да, главное посадить и показать обществу, что вот, если что, имейте в виду, можете сесть, и еще не адвокаты там, не заступники вам не в помощь, да. И, мне кажется, и на Донбассе, и на Майдане было то же самое. И, мне кажется, нам всем надо глобально рассматривать то, что происходит и в России, и в Украине, вот, как бы сверху на ситуацию смотреть. То есть, вы не рассматриваете их в отдельности, а рассматриваете в комплексе, что есть некая установка, вот эта олигархическая определенная. Есть какие-то структуры мировые, да, которые держат весь мир. На каждую страну спускается матрица. Но вы не считаете, что вот нынешняя внешняя политика президента Путина, она как-то вырывается из этой матрицы, и он пытается, по крайней мере, совершить какие-то движения? Ну, я не вижу этих движений. Как бы, они озвучиваются, но на деле мы видим очередные вложения, там, банковские структуры США, там, помощь майдановскому, бандеровскому правительству, очень крупная помощь, да, вот. И я не вижу, по факту, по факту ничего того, что могло бы быть какой-то независимой деятельностью. Мне кажется, что нас масштабно разводят. Вот, нас разводят. Нас разводят. И неважно, кто стоит там. Эти люди, которые стоят у власти, они смотрящие. Они могут там умственными способностями особенно-то и не отличаться. Там они говорящие головы, да, у них есть конкретные обязанности, что они должны делать. Но структура, вот эта система, вот эта матрица, которая на нас спускается, она жесткая, умная, сильная. И здесь уже нужно, когда вот эти выхлопы мы наблюдали, да, и поняли, что мы были ведомы, мы были ведомы. Во всех ситуациях нас разводили каждый раз. И нужно какой-то опыт и какие-то выводы делать из происходящего, понимаете? Хорошо. Вот тогда такой вопрос. Какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная государственная структура? Каким должно быть государство, которое бы вы хотели видеть на месте нынешней Российской Федерации? Вы говорите о том, что нужно, вот институты перечислили гражданского общества там, то есть, что это за социальное государство, там, госкапитализм, там, или еще что-то. То есть, вот какую-нибудь аналогию с какой-то страной. То есть, что бы вы хотели видеть? Какие изменения? Обязательно народовластие, когда на местах люди сами решают. То есть, местное самоуправление? Да, абсолютно. Потому что вот этот чиновничный аппарат, который мы кормим, да, коррупционный, он нам совершенно не нужен. Вот у меня сейчас есть товарищ, на которого заведено дело. Он в своем селе просто хотел организовать людей для того, чтобы народный автобус Сергея Лукьяненко пустить, свой, и для того, чтобы они нищенствуют в селе. Для того, чтобы собраться и предприятие мелкое по переработке продукции сделать. Ну, моментально на него завели дело, там, неважно, причину придумают, понимаете. И здесь вот мы не можем понять, а в чем дело-то. Вроде бы у нас противостояние с Западом, вроде бы импорт замещения. А почему людям? И они уже не просят ничего от государства, они готовы сами собраться и порешать, как вот они сделают эти автобусы для того, чтобы семьи жили вместе в этом селе. Они не уезжали, мужчины работали где-то, снимали там комнаты. А женщины стояли и бабушки продавали грибы, ягоды, что картошку, что могут у дороги, понимаете. И здесь непонятно вообще, а власть-то вообще хочет хоть немного того, что она озвучивает. Потому что абсолютно совершенно другие действия проводятся в России. Крым взяли, Китаю отдаем наши территории. Идет какая-то медленная оккупация, такая тихая, мирная оккупация России. Ну, как это возможно? И Донбасс не защитили. Но мы же мотивировали этих людей. Может быть, не я конкретно, но каждый активист, он подавал какой-то сигнал, что мы с вами, вы наши. Эти люди, они тысячами выходили, это в Ютубе, все можно посмотреть, тысячами выходили за то, чтобы быть в России. Они кричали, Путин там наш президент, мы с Путиным, понимаете. Ну, тогда доверие президенту очень резко повысилось. И в России тоже. И люди надеялись, что их возьмут в Россию. И те лидеры, которые туда были делегированы, они им объясняли, что вот такой хитрый план, вот сейчас вы туда выйдете, здесь за федерацию проголосуете, здесь вот так, первая кровь прольется, сразу вас защитят. Но в результате что? В результате тысячи погибших бедняки убивают бедняков. И самое интересное, что если мы начнем вдаваться в подробности, выясняется, что самые бедные русские убивают самых бедных русских. По сути, никакие националисты украинские с правого сектора не хотят воевать, потому что им неинтересно в этой войне вообще погибать. И у них вообще другой план. Ну, воюют олигархи, руками бедных. Нет, руками не просто сгоняют с прорусских сел самых бедных русских ребят с той стороны, а и с этой стороны ополчились как бы простые бедные русские люди. И это надо понимать. Не западенцы идут в АТО, понимаете, неправый сектор. И это ужасно то, что происходит, потому что мы, когда поддерживали Новороссию, мы искренне надеялись, что будет как Крыму. Но не вот это месиво, когда идет какая-то непонятная война, где никому нельзя победить, но всем можно погибнуть. То есть ваши претензии к власти прежде всего в ее половинчатости и несоответствии слов и дела? Ну, это даже не половинчатость, это действительно провозглашается одно, а на деле делается совершенно другое. Ну, и это можно было бы пережить, если бы не крайняя нищета, если бы не еще большее обогащение олигархов, казалось бы, кризис, но они обогащаются. Ну, число олигархов выросло, я согласен с вами. Да, и если бы не гибель такого огромного количества людей, дети, старики кончали самоубийством прошлой зимой, было холодно и голодно. С какой стати мы помогали бандеровскому режиму украинскому? Ну, не мы конкретно, мы бы этого не позволили себе. Ты имеешь в виду власти России? Да, с какой стати? Почему у нас нет Сбербанка в Крыму? И все в таком же духе, как бы, почему у нас просто люди в деревне не могут выйти, тут же приезжает ФСБшник и дает наставление там местной полиции, местным чиновникам, чтобы ни в коем случае не допускали. Они не могут в эти собраться по любому какому-то животрепещущему вопросу, чтобы организовать себе автобус, который не 200 рублей туда и 200 рублей до Благовещенской и обратно 400, а который вот будет дешевле и поможет им как-то выживать. Люди не могут позволить. Мы видим, каждый день принимаются какие-то антинародные законы, которые или какими-то налогами нас облагают, или нам уже ничего нельзя писать. Нам людей стали сажать за мысли. Как это так? Как это так? Ну вот как это так? Людей, вы понимаете, раньше сажали и заводили дела ВКонтакте за перепосты, там вот не тот перепост, там вот оскорбления тех, оскорбления этих. А сейчас стали и Фейсбук подключать уже, как бы, если ты в Фейсбуке что-то пишешь, что-то, что совершенно в другую сторону от прославления власти, да? Ну, если бы ты просто выражаешь свои мысли, на тебя заводится дело, тебя могут посадить на 5, на 6 лет, это ненормально. Мы не можем собраться нигде самостоятельно, мы не можем выразить свои мысли, а дальше что? Если за мысли начали сажать, что дальше-то? Ну, а дальше как мы будем? Смотрите, что происходит, у нас абсолютно коррупционное государство, и за мысли сажают, о каком развитии может быть идти речь вообще? Вы ведь излагаете эти мысли, в том числе и в интернете, и сами говорили, что никто вас не трогает. Меня пока не трогают, как бы, ну, всех кого-то пока не трогали, понимаете, кого-то пока не трогали, но каждый день кого-то трогают. Но может быть трогают не за мысли, а за какие-то конкретные действия, которые последовали за мысли? Нет, как правило, все-таки за мысли, потому что уже никто не способен, всех так обложили, что и действовать невозможно. Но, конечно, больше всего обращать внимание на людей, которые могут кого-то организовать и собрать, просто даже элементарно собрать на какой-то митинг. Обращают на этих людей внимание и сразу точно, как бы, стараются обложить судами какими-то проблемами этих людей для того, чтобы они, ну, ни в коем случае не могли созидательно уже как-то действовать. То есть потенциальные центры кристаллизации, как вы считаете, они блокируются превентивно? Все блокируются наперед, на всякий случай. И еще идут репрессии тоже на всякий случай, чтобы вот знали, что даже говорить нельзя. Понимаете, в чем дело? И как можно поверить, что мы идем к какому-то позитиву, противостоим Западу? Как мы можем противостоять Западу, если у нас граждане не способны защищаться ни в суде, нигде? Я хотела сказать, что у нас мероприятие будет, это русский марш 4 ноября, да, и на нем, как всегда, будут подняты очень важные вопросы. И несмотря на то, что многие думают, что лучше на марши, на митинги не ходить, все равно толка нет. Нет, толк есть во всем. Вы там встретитесь с какими-то конкретными людьми, вы посмотрите вживую на кого-то и послушайте, может, у вас доверие или недоверие возникнет. Это и поддержка политзаключенных. Там будут темы озвучены о том, что вы, ну, против политики замещения русского народа иммигрантами, и темы озвучены о предательстве Новороссии и русских людей там. Там будут темы озвучены против вот этого издевательства олигархов над нашими людьми. И все это очень важно, несмотря на то, что на сегодняшний день вот не принесли плоды наши вот такие походы по Москве и митинги, но тем не менее это имеет позитивный результат, потому что мы там встретимся, мы там увидимся, мы там сформулируем какие-то для нас очень важные вещи, мы покажем нашим гражданам, что мы существуем, что несмотря на репрессии никто не сдался и никуда не провалился. И это очень важно. Это очень важно. Из-за этого прошу вас, приходите. Русский марш за русский реванш. Ну что ж, большое спасибо. Я думаю, нашим зрителям было интересно услышать точку зрения активиста движения в защиту политзаключенных. Я только хочу сказать, что мы неоднократно в наших программах говорили, что лучшее средство выживания в кризис – это собираться вместе. Ибо вместе мы можем одолеть то, что каждый по отдельности одолеть не может. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok